Дворцы спорта В финал вышли пять лучших коллективов – Тарского, Нововаршавского, Исселькульского, Тюкалинского и Черлакского районов Омской области. Расскажи, как прошли игры для тебя? Очень хорошо. Что тебе понравилось? Все мне понравилось. В итоге бронзовые награды турнира вручили мальчишкам из команды «Лисы» Тюкалинского района. А серебро соревнований завоевали хоккеисты юности из Черлакского района. Начиная с августа месяца, у нас была пресезонка хорошая, три месяца пресезонки. С ноября месяца у нас лед появился. И с ноября месяца мы находимся на льду практически каждый день, кроме субботы и воскресенья. Ребята готовятся, настраиваются, потому что чемпионик. Такой турнир, который достаточно приятно участвует. И дети – это наш уровень, которым мы можем где-то поучаствовать. Это та группа детей, которые еще нигде, ни в одних соревнованиях не имеют права участвовать. Ни в «Золотой шайбе», ни в «Орлятах» и так далее. Победителем стала команда «Каразюк» из Нововаршавского района. В ноябре, когда еще у нас льда не было, был первый этап турнира в «Веселькуле». Даже, получается, финальный этап в прошлом году, в 2020 году. Мы туда поехали впервые, выиграли там, первое место заняли. Сразу же после этого у детей появился азарт, мы практически сразу начали заливать лед. И уже в конце ноября начали свои тренировки. Мы играем на открытой площадке. Мы начали свои тренировки и уже в декабре, получается, играли в отборочном этапе в «Черлаке». Заняли там, в «Побули» мы проиграли, заняли там второе место. Но все-таки нам разрешили, допустили нас до финальных игр. В основном они тренируются уже второй год, кто-то уже с трех-четырех лет на коньках. У меня как бы в деревне, это у нас такая традиция, что это модно, что дети сразу на коньки. И у нас абсолютно все дети катаются на коньках, начиная с шести лет. В ауле все дети абсолютно катаются на коньках. 35 учеников в школе, и все умеют кататься на коньках. И, то есть, мы не представляем себе жизнь без хоккея. С первой команды мы их выиграли 2-0, а потом у них вот цветок был не там, а вон там он. И они побежали вон там, они думали, что смена ворот, и мы им гол забили. А ты сколько голов забил там? Четыре. Теперь нововаршавцам предстоит встреча с победителями городского финала. Суперкубок чемпионика пройдет в начале февраля.